Что вы сейчас делаете? Учтите, вот вы вчера час рисовали. То есть час смотрели на вашу натуру, смотрели на ваши рисунки. К концу этого часа, на самом деле быстрее, через двух часов, происходит заметный эффект. Вы перестаете видеть те ошибки. Это называется замылился глаз. Замылился взгляд. Поэтому рисовать подряд больше сорока минут, напряженно рисовать, вкладываясь в рисунок, я не советую. Начнете врать. И не будете видеть ошибок. Поэтому полчасика, минут тридцать пять работали, и минут на пять-десять отвлечься. Ну, подурачиться, побегать, попрыть. Резко сменить работу. Увидите, что вы по-другому, по-новому будете видеть свои ошибки. Так? И вот сейчас. Сейчас у вас глаз свежим, пока еще не замылил. Коля, поставь точно под тем углом, иначе это бессмысленное рассматривание. Если угол хотя бы чуть-чуть изменится, ну все, ведь все соотношения сразу изменяются. Давайте я вам вот так фартуал, сюда, наверное, вклад ставьте, чтобы угол был очень довольный, как в прошлый раз. И какие на сегодня у нас задачи? Первая задача – проверить соотношение всех деталей на вашем рисунке. Попробуйте сами научиться находить ошибки. Как это делается? Это же очень просто делается. Ну вот берете, на секунду, смотрите, сюда, на это еще. Можете прикинуть, какая высота глазницы. Максимальная высота глазницы, вот эта. Да, можете и померить. Можете после этого сравнить с шириной носовой вырезки. Да, можете. И вы получите эти измерения на натуре. А потом то же самое у себя на рисунке сделаете. Посмотрите, а сколько раз высота глазницы укладывается в длину морда в расстоянии от носовой вырезки до уголка глазницы. И посмотрите, что у вас на рисунке. Прямо линейкой можно? Не, не, не. Линейкой – это неинтересно, это бед на костылях. Затачка. Мы собираемся с вами точкой, точнее всего, фотографией. И никакого наука рисования при этом не сложится, просто по определению наука. Вот когда ребенок учится ходить, он должен падать. Он должен набивать шишки, разбивать коленки и так далее. Вот без этого ходить не учится. Знаете, о вашей молодости вы еще застали, наверное. Была для таких сумасшедших мам очень удобная приспособочка. Называлось бегунки. Трусы на колесах. Трусы, которые подвешены в такой рамке, кругленькой, и четыре оськи с колесами. Детеныш вкладывался в эти трусы, упасть он там не может вообще, и, перебирая ножками, куда-то там, соответственно, перемещался. Мама бы кстати, потому что ребенок не травмируется, все классно, то почему-то эти дети в своем развитии начинали все больше и больше и больше запаздывать. И к четырем годам, допустим, уверенно сами ходили плохо. Вот если пользоваться костылями везде и всегда, самостоятельный навык просто не сложится. Потому что никаких линейок, никаких цифровых линейок. Учимся все делать от руки. Вот эти засечки карандашом на глаз, это не костыль. В данном случае вы все равно глазом работаете. А вот этот ваш измеритель, по-моему, называется, это ваш помножек. Понятно, как сказать ошибочки? Все относится ко всем. Попробуйте посравнивать, как это у вас на натуре и что у вас вышло в изображении. Ну, а потом я буду подходить к каждому. С вами пробовать уже вместе. Это не для всего рисования, это, собственно, для биологического рисунка. Для наших сегодняшних игр. Обратите внимание, какие линии. Что такое лохнатое линии. Понятно или нет? Понятно. Когда вы несколько раз пробуете, когда вы делаете набросок, это совершенно нормально. Вот дайте вот эту пробку. Сточку. У вас, кстати, исходная почти не лохнатое. Ну, посмотрите, вот здесь несколько проб поисков в правильном положении линия. А посмотрите, в окончательном варианте рисунков готовых. Хоть какая-нибудь лохнатость есть? Вот здесь. Нет, не лохнатость. Прорезена, посмотрите внимательно, прорезена четкая линия, а дальше? А, это тень? Нет, это не тень. Тень – это штриховка. Большое лохнатость еще нет. Это дублежок. Обратите внимание, это никакая не лохнатость. Дублер – тоже жесткая линия, без всякого лохнатости, без всяких там пробозговоров, которая проводится параллельно данному участку главной линии, и он используется для создания эффекта тени. Но прежде чем работать с дублером, надо вести рисунок вот в такого состояния, или вот в такого, где все линии жесткие. Так? Никакой лохнатости. При этом, за счет чего появляется ощущение объема? Вот, смотрите, вот это на самом деле технически очень сложно сделать. Межамины из линии в этом месте, если бы они все были одинаковой силой, можно было бы понять, что вообще нарисовано? Или нет? Или нет? Да нет, это просто какое-то переплетение в линии и все. В результате, с какого правила сработало? Из этого правила потом, вы видите, бывают исключения, но сначала, вот просто общий правил. Так? В общем случае, какая линия ярче? Внешнеконтурная или линия, изображающая внутренние депректи? Внешнеконтурная Внешнеконтурная одна из самых сильных линий. Теперь, берем, вот у вас внешний контур пальца и внешний контур коленного сустава. Одинаковые силы линии или нет? Непрасно. Нет, а почему? Ну, один выше сустава. Ближе к вам. Здесь не важно, выше, ниже, слева, справа. То, что ближе к зрителям, изображается более сильная линия. То, что ближе к зрителям, меньше сильнее. Вот, для начала, во-первых, попробуем привести линии в порядок, чтобы они были жесткие. Для этого просто все не нужно аккуратненько стираться ластиком. Так? Значит, пробуем линии сделать жесткими и после этого пробуем поиграть на силе линии. Вот почему нельзя никогда делал набросок сильно нажимая на карандаш. Если у вас вот эти линии уже сделаны вот так, обувши нажатая, чем вы будете усиливать вот это линия? Ведь она же должна быть более яркая. Набросок всегда легкие на линии. Идея понятна? Пробуем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова